Дорогие друзья, кризис отменяется. Путин поручил обеспечить выполнение стратегических задач и национальных целей в полном объеме, сообщили в Кремле. Президент к 1 июля ожидает доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах. Что еще поручил Путин? Правительству, правоохранительным органам МЧС продолжить снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес. Бизнесу у нас дорога, бизнесу у нас подсчет, какие проблемы, дорогие олигархи, никакого административного давления, делайте что хотите. Рассмотреть вопрос о введении отсрочки по лизинговым и кредитным платежам за транспортные средства, задержанные за границей. Рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда, вопрос о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники. Знаете, мне больше всего понравилось про стратегические задачи и национальные цели. Давайте вспомним, что это вообще такое. Что там за цели надо исполнять. Вот смотрите. Официальный сайт президента kremlin.ru Указ о национальных целях развития России до 30-го года. Издан летом 20-го года, то есть два года назад. Уже коронавирус бушевал. Текст указа. Цели. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Уже чувствуете, да? Возможности для самореализации и развития талантов. Все у нас пошли развивать свои курьерские таланты и таланты водителя такси. Комфортная и безопасная среда для жизни. С бизнеса мы снимаем какие-либо ограничения. Хотите засорять природу, экологию, пустили под нож? Нормально. Задачи комфортной и безопасной среды на высшем уровне. Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство. Цифровая трансформация. Цифровая трансформация, вполне верю. Цифровой концлагерь откровенно прописывается в путинском указе. Установить целевые показатели. В рамках сохранения населения, здоровья и благополучия. Обеспечение устойчивого роста численности на население Российской Федерации. За два года, как подписан этот указ, за первые два года численность населения сокращалась. Или она до 30-го года будет сокращаться, а после 30-го начнет расти. Так, что ли, получается? Окей. Повышение продолжительности жизни до 78 лет. Я вам на днях показывал. Давайте я даже найду, чтобы не быть голословным. О, П, Ж. Ожидаемая продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни. Продолжительность жизни за 20-21 годы сократилась на 3,3 года. Короче говоря, я думаю, даже нет смысла продолжать. Я думаю, вы понимаете, что вот эти вот... Вот это вот кулачком по столу обеспечить. Все должно быть выполнено. Не имеет с реальностью никакого пересечения. Ну, если только в риторике. В риторике, конечно, будем говорить, что так оно все и есть. Объем фонда национального благосостояния, наша замечательная кубышка, наши резервы, в марте текущего года увеличился на 117,2 миллиарда рублей. И на 1 апреля составил более 13 триллионов рублей. Еще раз. В стране развивается кризис. Нам нужно создавать рабочие места, строить дороги, жилье хотя бы социальное для сирот, инвалидов, многодетных, ветеранов. Сейчас появятся ветераны у нас украинской военной спецоперации. Есть люди, которые нуждаются в прямой поддержке финансовой. У нас что только нету. И вместо этого у нас увеличивается кубышка. Мы еще больше денег сохраняем в ФНБ. Восьми лет не хватило, чтобы понять, что сохранять смысла нет. Надо тратить, надо вкладываться во что-то полезное, во что-то нужное. В образование будущих поколений, да и взрослых людей. Образование должно сопровождать человека по жизни, повышение квалификации. Ты работаешь сварщиком, изучи дополнительные компетенции, научись работать быстрее, точнее, на новой аппаратуре. Зарабатывай больше. Какие проблемы? Государству что? Нет на это денег. Денег полно. За один месяц на 117 ердов больше. Вы представляете себе, сколько это денег? Мировой банк представил накануне обновленный доклад Global Economic Prospects. Оценки России минус 11 с лишним процентов. Украины минус 45 с лишним процентов. Я не знаю, на какие данные опирается мировой банк. Непонятно, насколько адекватны эти оценки. Но оценки вообще-то пугающие. Вообще-то это цифры минус 11 процентов ВВП. Это очень больно. Это очень больно. А ведь может быть, эта оценка может быть как преувеличена, так и преуменьшена. Я вам рассказывал в своих прошлых обзорах по теме кризиса, что не спешу продавать доллары, которые я успел накопить. Что рубль может как дешеветь, так и дорожать. Нам же все рассказывают, что все, вы посмотрите, Путин исправил ситуацию. И вот на следующий же день рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов. По итогам первой минуты курс доллара составил 81 рубль 60 копеек. Это 5,5 рублей плюс к предыдущему уровню. Евро подорожал почти на 6 рублей к закрытию пятницы. Резкий скачок опять вверх курса доллара и евро. Друзья, если вы думаете, что все кончилось, что все позади, как многие пропагандисты говорят. Вы знаете, честно я, ну, будучи учителем, я натренирован, конечно, говорить одно и то же. Я надеюсь, что вам еще не надоедает. Я вас буду держать в курсе того, что на самом деле у нас с экономикой и финансовой сферой происходит. Чтобы вы принимали какие-то правильные, адекватные решения. Не знаю, покупка и продажа квартир, машины, валюта. Проблема, беда в том, что огромное количество пропагандистских каналов. Я просто не понимаю, где они берут эти новости, которые они рассказывают. Что кризис уже кончился, у Путина все под контролем. И вообще сейчас на Западе кризис будет, а у нас все будет процветать, будет зашибенский. Долларовый индекс РТС, российской товарно-сырьевой биржи, снижается более чем на 7%. И, чтобы вы понимали, масштаб, опять же, то, о чем я многократно говорил и буду говорить впредь. Военная спецоперация. Это важный триггер, это повод для обострения кризиса. Но это нереальная его причина. Кризис глобальный, свойственный всей капиталистической системе. Была бы сейчас эта спецоперация, не была. Я вам говорил, что кризис в середине 2022 года будет. Я вам говорил это полгода назад, я вам говорил это год назад. 13-триллионный фондовый рынок Китая вновь падает. Шанхайская биржа минус 2,61%. Шэньчжэйская биржа на 3,67%. В Китае пока никаких войн нету. В Китае все спокойно. Продолжающийся строгий локдаун Шанхая и Дзилини, а также ожидание блокировки других мегаполисов, вызывают в обществе растущее непонимание и протест в отношении политики нулевой терпимости. Друзья мои, что бы ни было сейчас с Украиной, что бы ни говорило нам правительство, сейчас очень хорошая мысль закупиться семенами, заказать камаз или хотя бы какую-нибудь газельку навоза и хорошенечко засадить участок огурцами, кабачками, капустой и картошкой. Осенью будете благодарить себя безмерно. Россия показывает устойчивость к давлению Запада, угрожающего РФ полным топливным эмбарго. Как сообщает телеграм-канал «Война с фейками аналитика»? Название-то какое? «Война с фейками аналитика». Вот у меня канал, аудио статьи. Ну вот, что-то рассказываю. Можете ехать в машине и слушать. А тут, смотрите, аналитика. Война с фейками. Угрозы Запада о введении полного эмбарго на поставку ресурсов из РФ, которые используются недружественными странами, как главное средство санкционного давления, оказались несустоятельны. Российская экономика показала устойчивость к подобному давлению. В прошлом году цена барреля российской сырой нефти приблизительно составляла 70 долларов, а сейчас выросла уже до 108 долларов. Я даже вам дальше читать не буду, я вам только по фактам покажу, что вот «Война с фейками аналитика», который репостит рядовку, у которой миллион почти подписчиков, 979 тысяч подписчиков. Это и есть люди, которые производят фейки. Зачем вам врут в уши? Объясните мне. Ну, смотрите, заходим на Яндях. Яндях. Наша голландская компания. Яндях. Открываем тут котировки. Котировки. Выбираем котировки. Котировки, котировки. Нам нужны котировки. Конечно же, не долларов и евро. Нам нужны сырье. Нам нужно сырье. Нефть бренд стоит 97 долларов. 97 долларов. Ну, около 100 долларов стоит нефть именно бренд. Но ведь нефть бывает разная. Российская нефть – это не бренд. Российская нефть называется нефть Юрлс. Вот, например, нефть WTI – это, если я правильно помню, американский сорт нефти. Это 94 доллара стоит. Не 97, а 94. А сколько же стоит российская? Давайте введем. Юрлс. Ну, Урал. Урал Юрлс. Так, понятно, Яндекс. Инвестиции нас подводят. Давайте введем заново. Юрлс. Нефть – цена. Пожалуйста, Юрлс. Потовая цена сырой нефти. Сколько же стоит именно российская нефть? 70. 71 доллар за баррель. Дорогие друзья, 71 стоимость сырой нефти российской за бочку, за баррель на бирже прямо сейчас. Не 108, а 70. Более того, как мы с вами уже обсуждали, китайцы и индийцы сейчас очень активно покупают российскую нефть со скидками. Скидки 20-30 процентов. Если мы отнимем от 70 долларов еще 20 процентов, это получится сколько? 55 долларов? И в чем прорыв? И в чем успех? Если себестоимость добычи и транспортировки российской нефти – это еще 20-30 баксов? А зачем нам втирают это? То есть, смотрите, нам рассказывают о том, что у нас рубль укрепляется. Что все хорошо. Значит, цены должны опять опуститься. На импортные лекарства, на одежду, на бытовую технику, на электронику, на гаджеты, на программы, в конце концов. Все, что мы покупаем в зарубежных интернет-магазинах, должно потерять в цене. Оно что-то не дешевеет. Люди же начнут вопросы задавать. Это мы тут с вами обсуждаем. Ну, сколько этот ролик человек посмотрит? Ну, дай бог, если там 70, 100, 150 тысяч человек – это слава богу. Но люди-то в кошелек свой смотрят, они начнут интересоваться, а какого фига? Если вы рассказываете, что у нас так все хорошо с нефтью, значит, у государства денег-то будет завались сколько? Значит, кризиса не будет. А он будет? И как вы это будете людям объяснять? А, вы сделаете вид, что не было таких сообщений. Понятно. Антискрепа пишет. На прошлой неделе Лукоил жаловался, что ему не в чем хранить мазут. А сегодня стало известно, что с середины марта рост биржевой цены на дизельное топливо составил около 20%. И в результате она вернулась на уровень 21 февраля, то есть до начала военной спецоперации. Конечно, топочный мазут и дистопливо – разные вещи. Однако перенастроить техпроцессы можно было бы желание. Особенно на фоне снижения экспорта, начала посевной и предстоящих плановых ремонтов нефтепрерабатывающих заводов. Ясно, что нефтяники лечат Минэнерго, рассказывая ему о вновь открывшихся обстоятельствах. А Минэнерго входит в положение, пытается разрулить ситуацию, короче говоря, за все заплатит налогоплательщик. У Лукоила проблемы – вот вам денежки из бюджета. У Лукоила проблемы – у Роснефти, у Газпрома. Потребитель, покупатель за все заплатит. Мы с вами будем за все это платить. Рывок для олигархов будет обеспечен, для простых людей – нет. Путин же после начала военной спецоперации с кем встречался? С общественной палатой, которая хотя бы теоретически должна представлять общество? Нет, он встречался с олигархами, с Российским Союзом промышленников и предпринимателей. Новые тематики фундаментальных исследований – мы же импортозамещаем науку, фундаментальные исследования – будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в Российскую Академию Наук, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Я, конечно, предполагал, что нынешней непростой ситуации, когда страна сплотилась, когда мы ищем и находим внутренние резервы, нам всем не повредит еще немного самодисциплина и внутреннего контроля, но, похоже, все, как всегда, начинают приобретать явно выраженные признаки перегибов на местах. Взялись за ученых. Министр науки и высшего образования Фальков заявил, что темы будут согласовываться с губернаторами. Друзья, есть два понятия. Фундаментальное исследование. То есть вы делаете научное открытие, проходит 30-50 лет, вот лазер, его открыли, и уже потом на нем были основаны спутниковая связь, современные компьютеры, мобильная связь, все, что угодно. Лазер, сначала вы открываете, а уже потом вы учитесь, как это все применять в технике. Это уже прикладные исследования, как вы эту науку прикладываете к конкретным технологиям. Вот фундаментальное исследование, почему травка зеленая, небо голубое, вот фундаментальное исследование. В этом надо будет убедить губернаторов, какое отношение имеет фундаментальная наука с развитием экономики в регионах. Никакое. Науки у нас не будет вообще никогда. Мера якобы побудит регионы активнее участвовать в реализации научно-технической политики, считает глава министерства. А министр не забыл спросить у губернаторов, которые заняты пассивной, решением социальных проблем, паводками и импортозамещением. Готовы ли они участвовать в реализации научно-технической политики? А несчастные ученые, которые хотят побыстрее внедрить важное и нужное, готовы тратить время нахождения по новым административным и абсолютно ненаучным инстанциям? Надо же будет этим чиновникам-губернаторам, которые не в зуб ногой в геологии, в биохимии, в квантовой физике, в высшей математике. Надо же будет им как-то объяснить все это, зачем это нужно. Фундаментальное исследование. Охренеть. Иначе денег не будет. То есть на российских ученых поставили крест. Но поверьте, Путин же поручил, вот там вот в этих всех замечательных путинских указах, там про науку тоже есть. Обязательно, обязательно, где-то тут точно есть. От социально ответственной личности. О, обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок за счет создания эффективной системы высшего образования. Забудьте. Ну то есть как, Путин сказал, что это будет исполнено, а потом сказал, что это будут делать губернаторы, которые в науке ничего не понимают. Не, ну кто-то губернатор, у них же разная карьера была, кто-то был главврачом, потом стал губернатором, кто-то был ученым и стал губернатором. Но даже если он был ученым, например, выдающимся теоретиком экономики, то он ничего не поймет, что ему будут рассказывать агрономы, ученые. И как он будет принимать решения, замечательный губернатор. Компании не могут найти специалистов в области машинного обучения. С наиболее острым дефицитом кадров в IT-сфере столкнулись разработчики системы искусственного интеллекта. Это то, о чем я говорил. До 200 тысяч специалистов в IT-сфере уехали из страны. На прошлой неделе прошла информация, якобы чиновники не верят в эти данные, говорят, давайте мы пересчитаем, наверное, это все фейк. Наверное, фейк, на самом деле не могли столько уехать. Выясняется, что правда уехали. И что? Вы понимаете, что искусственный интеллект это одна из технологий для будущего? Для 21 века. А у нас ее просто не будет дырка от бублика. Они уехали, все. Их уже обратно, ну, вряд ли отпустят. Им будут предлагать хорошие условия для работы, лишь бы они в Россию не вернулись. Лишь бы не было конкурентов лишних. Российские продавцы электроники на фоне кризиса начинают все активнее осваивать вторичный рынок. Выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил, например, связной. Его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная мегафон у компания SmartBazaar. Проект по перепродаже айфонов есть и у Сити Линка. Вот бизнес сориентировался. Кризис наступает. Официальные крутые торговые сети начинают торговать поддержанными бэушными телефонами. Авито отдыхает. Вот бизнесмены, они верят в кризис, а чиновники говорят, что завтра все кончится. Ну и вишенка на торте. Путин, Владимир Владимирович, поручил промсвязь банку обеспечить открытие в Крыму и Севастополе своих филиалов до 1 октября. Расскажите, пожалуйста, когда Сбербанк Германа Грефа и ВТБ Костина Андрея начнут тоже работать в Крыму? Расскажите мне. Я все жду, жду. 8 лет ждем. И никак. Но вот промсвязь банку Путин поручил. Давайте до 1 октября. Через полгодика, чтобы открылись. Ставьте лайки, делайте репосты, высказывайтесь в комментариях. Пишите, из какого региона какая у вас ситуация с кризисом. Вместе мы села, вместе мы победим. Давайте прорывать информационную блокаду. Ура, патриоты нам рассказывают. Нефть-то какая дорогая. 100 долларов за баррель. Все, шикуем. В реальности в 2 раза меньше. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok